Сура 17. Ночное перенесение. Из Мекки в Иерусалим. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Приславен тот Аллах, кто перенёс своего раба Мухаммада телом и душой ночью из запретной мечети, находящейся в Мекке, в мечеть отдалённейшую, находящуюся в Иерусалиме, вокруг которой мы благословили, чтобы показать ему, пророку, из наших знамений. Поистине, он всеслышащий и всевидящий. Ниспослали благодать в виде обилия плодов и урожая, и посылали там много пророков. Чудеса, свидетельствующие о могуществе Аллаха и доказательство его единственности. И также дали мы пророку Мусе, Писание, Тору, и сделали его, Тору, руководством для потомков Исраила, пророка Якуба, и в котором говорится «Не берите себе, кроме меня, никакого покровителя. О, потомство тех, кого мы перенесли, спасли, в ковчеге, вместе с пророком Нухом. Поистине, он, пророк Нух, был благодарным рабом». И сообщили мы потомкам Исраила, пророка Якуба, в Писании, в Торе, «Непременно и однозначно вы произведете беспорядок на земле, в Палестине, дважды, и непременно и однозначно вы вознесетесь великим превознесением, высокомерием». Передается от Ибн-Аббаса, что первое – это убийство пророка Закарии, а второе – убийство пророка Яхьи, сына Закарии. «И когда же пришло обещанное о первом из них двоих, мы наслали на вас рабов наших, обладающих сильной яростью, чтобы отомстить вам за это, и они прошлись между жилищами, убивая и разыскивая вас, и стало это исполненным обещанием. Потом, после вашего покаяния, мы вернули вам, о потомке Исраила, поворот успеха против них, против ваших врагов, и поддержали вас имуществом и детьми, увеличили их, и сделали вас более многочисленными, чем ваши враги. И всё это из-за вашей искренности по отношению к Аллаху и смирения перед Ним. Если вы, о потомке Исраила, творите добро, то вы творите для самих себя, так как за это будет дана вам награда. А если вы творите зло, то для себя же. Итог этого зла вернётся вам самим же. А когда пришло обещание о последнем, пришло наказание за совершение второго беспорядка, то мы наслали на вас ваших врагов ещё раз, чтобы они причинили зло вашим ликом, чтобы они победили и унизили вас, и тем самым это выразилось на ваших лицах. И чтобы вошли они к вам в мечеть, в Иерусалимский храм, как они вошли в первый раз, и полностью разрушили всё, над чем они оказывались, всё, что попадалось им в руки. Может быть, Господь ваш, о потомке Исраила, одарит вас своим милосердием после того, как Он отомстил вам. Если вы покаетесь и исправите деяние, а если вы вернётесь к совершению беспорядка, то и мы вернёмся с наказанием и унижением для вас. И мы сделали гиену, ад, для неверных, вечной тюрьмой. Поистине, этот Коран направляет людей к тому, что является самым прямым, лучшим путём, а это полная покорность Аллаху, и возвещает радостную весть верующим, которые творят праведные дела, совершают то, что повелел Аллах, и удерживаются от того, что Он запретил, что им уготована большая награда, и что тем, которые не верят в вечную жизнь, в день суда, ад и рай, мы уготовили для них мучительное наказание в аду. А человек иногда молит о зле, призывает зло на себя, на своего ребёнка или имущество, во время гнева, так же, как он молит о благе. И это потому, что человек по своей природе поспешен. Одной из милостей Аллаха является то, что он не отвечает на плохую мольбу человека, так как он знает, что в душе своей человек этого не хочет. И сделали мы ночь и день двумя знамениями, которые указывают на единственность и могущество Аллаха. И мы уделяем знамение ночи, луну, и делаем знамение дня, солнца, дающим видеть, светящим, чтобы вы, о люди, при свете дня, искали щедрости от вашего Господа, занимались устройством вашей жизни, и чтобы вы знали число годов и счисления. По Солнцу считаются дни, а по Луне месяцы и годы. И каждой вещи мы дали полное разъяснение. И каждому человеку мы прикрепили судьбу его, те деяния, которые он совершал, к его шее. Он будет отвечать только за свои деяния. И выведем для него в день воскрешения некую книгу, в которой будут записаны все его деяния, которую он встретит развернутой. Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам будешь считать свои деяния. Кто пойдет верным путем, путем Аллаха, тот будет идти верно, для самого себя, во благо себе. А кто заблудится, тот заблудится против самого себя, во вред себе. И не понесет несущая ноши другой, ни на кого не будет возлагаться грех другого. И мы никого не наказывали, пока не отправляли к ним посланника, пока не был доведен до них довод. А когда мы желали погубить какое-либо селение, жители его, за их злочинство, мы повелевали жителям его селения, живущим роскошно, погрязшим в наслаждениях и потехах, чтобы они истинно уверовали в Аллаха, стали покорными ему и признали его посланников, с тем, чтобы и другие люди последовали за ним на истине. Но они ослушались, не подчинились повелению Аллаха, в нем, продолжали жить в неверии и грехах. И тогда стало обязательным над ним, над селением, а именно над его жителями, слово о неотвратимом наказании, и уничтожили мы его полностью. И сколько мы погубили поколений, не спаслав на них наказание, после пророка Нуха. И достаточно того, что Господь твой знает и видит грехи своих рабов. Кто желал только скоропереходящей этой жизни, ускоряли мы для него в ней то, что желаем для тех, кому хотим. Потом в день суда сделали мы для него гиену ад, чтобы он горел в ней порицаемым и отверженным. А кто желает вечной жизни, награды в ней и стремится к ней всем должным стремлением, повиновением Аллаху, и в это время сам он является верующим, то таким стремление их будет отблагодарено, их благие деяния будут приняты и сохранены у их Господа, и они получат за них награду. Всех мы поддерживаем, наделяя уделом, и этих, старающихся только для этой жизни, и этих, стремящихся к награде в вечной жизни, из даров Господа твоего, а дары Господа твоего не являются запретными в этом мире ни для верующих, ни для неверующих. Посмотри, о пророк, как мы в этом мире дали преимущество одним людям над другими, в уделе и деяниях, а ведь однозначно вечная жизнь для верующих больше по степеням и больше по преимуществу. Не делай, о человек, для себя наряду с Аллахом другого Бога, не совершай многобожие, чтобы не сесть, оказаться тебе порицаемым и оставленным без помощи Аллаха. И решил, повелел Господь твой, чтобы вы, о люди, не поклонялись никому, кроме Него, никого, кроме Него, не признавали Богом, и к родителям проявляли наилучшие отношения словами, делами, имуществом. Если достигнет при тебе старости один из них или оба, то даже не говори им «Уф!» и не кричи на них, а говори им уважительные слова. И опусти перед ними обоими, твоими родителями, крыло смирения, будь смиренным и мягким к ним, по милосердию, проявляя милосердие, и говори «Господи, помилуй их, как они смотрели, воспитывая меня, когда я был маленьким». Господь ваш лучше знает, что у вас, о люди, в душах, то, к чему вы стремитесь. Если вы будете праведным, то ведь Он поистине, по отношению к обращающимся, к нему с покаянием, является прощающим. «И давай, о верующий, своему родственнику его право, поддерживая с ним родственную связь, давай милостыню, и также давай из средств закята и добровольной милостыни бедняку и путнику, у которого закончились средства для продолжения пути, и не растрачивай безрассудно, не расходуй свои средства ни в делах повиновения Аллаху и не будь расточительным. Ведь поистине, расточители, расходующие свои средства на ослушание Аллаха, братья шайтанов, своим злом и сеянием беспорядка подобны сатане, а сатана своему Господу не благодарен. А если ты отворачиваешься от них, от тех, которым тебе повелено давать средства, из-за отсутствия собственных средств, желая обрести милость от твоего Господа, на которую надеешься, то скажи им слово легкое. Обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он обогатил их и уширил их удел, и что когда Аллах дарует тебе удел, то ты им непременно подашь от Него. И не делай так, будто твоя рука прикована к твоей шее. Не скупись расходовать на доброе. И не расширяй ее, свою руку, всем расширением. Не трать чрезмерно, а то останешься сидеть порицаемым, люди будут порицать тебя и жалким, сожалеющим о том, что растратил. Поистине, Господь твой уширяет, увеличивает удел, кому пожелает, из числа своих рабов, и ограничивает удел, кому пожелает. Поистине, Он своих рабов знает, и Он видит их. И не убивайте, о люди, ваших детей, из боязни обеднения. Мы пропитаем их и вас. Поистине, убивать их детей великий грех. И не приближайтесь к прелюбодеянию, избегайте даже причин, которые могут привести к нему. Ведь это, прелюбодеяние, мерзость, один из наихудших деяний, и скверно, как путь. И не убивайте душу, которую запретил Аллах убивать. Иначе, как только по праву, как воздаяние за убийство, убийство прелюбодеев, познавших супружество, убийство вероотступника. А если кто был убит несправедливо, не по праву, то мы дали его близкому наследнику или правителю власть, чтобы требовать казни убийцы или обязать его выплатить выкуп за убийство. Но пусть Он, близкий убитого, не излишествует в убиении. Пусть не убивает еще других людей за одного убитого. И пусть не обезображивает тело убийцы. Поистине, ему, близкому убитого, Аллахом оказана помощь в том, что он дал возможность совершить возмездие. И не приближайтесь к имуществу сироты, иначе, как только с тем, что лучше, пока он не достигнет умственной и физической зрелости. И верно исполняйте договор, свои обязательства, как перед Аллахом, так и друг перед другом. Но только такие обязательства, которые не противоречат книге Аллаха и сунне его посланника. Ведь поистине, о договоре будет спрошено. Аллах Всевышний спросит о договоре в день суда. И если человек исполнил свой договор, то Аллах вознаградит его. А если он нарушил, то Аллах накажет его. И соблюдайте полностью меру, когда отмериваете для других, и взвешивайте верными весами. Это, справедливость в отмеривании и взвешивании, лучше для вас в этом мире, и прекраснее по исходу, как итог вечной жизни. И не следуй, о человек, за тем, о чем у тебя нет знания. Не говори, что видел, если не видел. Не говори, что слышал, если не слышал. Ведь поистине, слух, зрение, сердце, все они будут в день суда об этом спрошены. И не ходи по земле высокомерно, ведь ты не просверлишь, прорежешь землю своей ходьбой на ней, и не достигнешь гор высотой. Зло всего этого, того, что было перечислено, является перед Господом твоим ненавистным. Он недоволен этим. Это то, что тебе разъяснили, то, что внушил откровением тебе, о пророк, Господь твой из мудрости. И не делай, о человек, для себя, наряду с Аллахом, другого Бога, не совершай многобожие, а то будешь ввергнут в гиену, ад, порицаемым, будучи порицаемым людьми, и сам порицая себя, и отверженным, отдаленным от любого блага. Неужели Господь ваш, о многобожнике, почтил вас с сыновьями, а себе взял из ангелов дочерей? Поистине, вы однозначно говорите великое по своей отвратительности слово. И уже мы распределили в этом Коране положение, примеры и наставления, чтобы они, люди, брали из этого наставления, но это разъяснение только увеличивает в них отвращение от веры. Скажи, о пророк, если бы были наряду с ним, с Аллахом, другие боги, как они, эти многобожники, говорят, тогда бы они, те божества, пожелали бы пути к обладателю трона, пытались бы завладеть его величием и властью, как это делают цари в этом мире. Приславен он и превыше того, что о нем говорят многобожники, на великую высоту. Восславляют его Аллаха семь небес, и земля, и те, кто на них, все творения. И нет ничего, что не восславляло бы его, вознося хвалу ему, но вы, о люди, не понимаете их восславления. Поистине, он сдержанный к рабам своим, не спешит наказать тех, кто не покорен ему, и прощающий. И когда ты, о пророк, читаешь Коран, и его слышат многобожники, мы делаем между тобой и теми, которые не веруют в вечную жизнь завесу сокровенную, невидимую для людей, которая является препятствием для них, чтобы понимать Коран, из-за их неверия. И мы положили на сердца их неверующих покровы, чтобы они не понимали его, истину, которая есть в Коране, а в уши их глухоту, чтобы они не постигли его смысл. Это за то, что они возгордились и упорствовали против истины. И когда ты поминаешь своего Господа в Коране, читая Коран, единственным, говоря, что Бог только Аллах, они отворачиваются вспять, так как им ненавистно слушать истину. Мы лучше знаем, к чему они, предводители многобожников, прислушиваются, какую цель имеют, когда слушают тебя, о Пророк. Они желают лишь насмехаться над тобой. И также мы знаем, когда они ведут тайную беседу, когда говорят притеснители. Вы следуете лишь только за околдованным человеком, которого коснулось колдовство, и у него помутился разум. Посмотри, о Пророк, как они, неверующие, на тебя приводят притчи, говорят о тебе такую ложь, которая по своей странности подобна лишь притчам, и заблудились они и не могут найти пути к истине. И сказали они, многобожники, отрицая воскрешение, разве когда мы станем костями и прахом, полностью истлеем, неужели мы обязательно будем воскрешены как новое творение? Скажи им, о Пророк, даже если бы вы стали камнями или железом, или таким творением, которое велико в ваших грудях, воскрешение которого трудно представить, то Аллах все равно воскресит вас. И скажут они, кто же вернет нас к жизни после того, как мы исчезнем? Скажи им, вернет вас тот, который создал вас в первый раз из небытия. И услышав это, они качнут своими головами из-за тебя от твоих слов и скажут, когда случится это воскрешение? Скажи, может быть, оно уже близко. Все, что непременно произойдет, является близким. В тот день, когда он призовет вас, чтобы вы вышли из своих могил, и ответите вы хвалой ему, подчинитесь его по велению, и подумайте, что вы пробыли на земле только очень мало, недолго. И скажи рабам, моим верующим, чтобы они говорили в своих речах то, что лучше, хорошие слова, и придерживались доброты в речи. А если они этого не сделают, то знайте, что поистине сатана вносит между ними людьми раздор. Поистине, сатана для человека явный враг. Господь ваш лучше знает о вас, о люди. И он знает, кто заслуживает того, чтобы быть верующим, а кто не заслуживает. Если он пожелает, то помилует вас, даруя веру и затем вечную жизнь в раю. А если пожелает, то он накажет вас, сделает так, что вы умрете, будучи неверующими, и затем вергнет навечно в ад. И мы не послали тебя, о пророк, поручителем над ними. Тебе не поручено заставить их уверовать. Ты лишь посланник от Аллаха и должен доводить до них то, что он повелевает тебе. И Господь твой лучше знает тех, кто в небесах и на земле. И вот уже мы по своей мудрости дали преимущество одним пророкам над другими. Даровав какую-то особенность по количеству последователей, не с посланием Писания, Аллах Всевышний избрал пророка Ибрахима близким другом. С пророком Муссой говорил без посредника. Пророку Сулейману даровал великую власть. Пророка Мухаммада поднял на седьмое небо и сделал господином первых и последних. И даровали мы пророку Дауду Псалтырь. Скажи, о пророк, этим многобожникам. Призовите тех, о которых вы утверждали, что они достойны поклонения, кроме него, Аллаха, и что они заступятся за вас перед ним. Они не в состоянии отвратить зло от вас, избавить от постигшей беды или перенести эту беду на других. Те, пророки, праведники и ангелы, которым они, многобожники, взывают, обращаются с мольбой. Сами они ищут путь приближения к их Господу, стремятся обрести его довольство. Кто из них ближе, прилагают все усилия, чтобы быть ближе к довольству Аллаха, и надеются на его милосердие, и боятся его наказания. Поистине, наказание твоего Господа надо остерегаться. И нет такого селения, обитатели которого являются неверующими, которое бы мы не погубили, не сведя на него наказание до дня воскрешения, или не подвергли бы его, его обитателей, суровому наказанию. Это, такое решение, уже было в книге, в хранимой скрижали, начертано. И удержало нас от того, чтобы отправить пророков со знамениями, с чудесами, которые просят многобожники, только то, что отвергли знамения прежней общины. И даровали мы самудянам, народу пророка Салиха, верблюдицу, как наглядное знамение. Но они злостно обошлись с ней, убили ее, и мы погубили их, не спаслав на них наказание. И мы отправляем пророков с нашими знамениями, с чудесами, только для устрашения наших рабов, чтобы они получали из них полезные назидания. И помни, о пророк, как мы сказали тебе, поистине, Господь твой объемлет людей своим знанием и могуществом. И мы сделали то видение, видение чудес, которое показали тебе в ночь перенесения и вознесения. Только искушением, испытанием для людей и также искушением для людей мы сделали дерево, аззакум, проклятое в Коране. И мы устрашаем их, но это устрашение их наказанием увеличивает в них только великую беспредельность, чрезмерство в неверии и заблуждении. И вот сказали мы ангелам, преклонитесь ниц перед Адамом, чтобы проявить этим уважение к нему и показать его превосходство. И преклонились ниц они, все ангелы, кроме Иблиса. Сказал он Иблис, «Неужели я преклонюсь ниц перед тем, кого ты создал из глины?» Сказал он Иблис. «Видишь ли ты, о Аллах, это Адам, тот, кого ты почтил предо мною. Если ты отсрочишь мне, оставишь жить до дня воскрешения, то я непременно покорю его потомство, кроме немногих, кроме только избранных твоих рабов, которые никого, кроме тебя, не признают Богом». Сказал он Аллах Иблису. «Уходи, а кто последует за тобой из них, из потомков Адама, то поистине гиена, ад, будет вашим воздаянием, воздаянием полным. Побуждай грехам, кого ты можешь из них, твоим голосом, и собирай против них твою конницу и пехоту, и стань соучастником с ними в их богатствах, когда они зарабатывают запретным путем и тратят на запретное, и детях, когда дети рождаются от прелюбодеяния, и обещай им, своим последователям, ложь. И ведь сатана обещает им только обольщение. «Поистине, рабы мои, нет у тебя над ними власти, и достаточен Господь твой, как покровитель для верующих, который защищает их от козней и обольщений сатаны. Господь ваш Аллах, Он тот, который движет для вас сюда по морю, чтобы вы обретали себе удел, от его щедрости, добывая морские дары Аллаха и занимаясь торговлей. Поистине, Он к вам, о рабы Аллаха, милосерден. А когда коснется вас на море беда, становится близким погибель, то исчезают из ваших умов те, кому вы взывали помимо Него. Вы сразу же забываете обо всех идолах и божествах, обращаясь с мольбой о спасении только к одному Аллаху Всемогущему. А после того, как Он спасет вас на сушу, вы отворачиваетесь от веры, единобожия и покорности Аллаху. И как же человек неблагодарен. Разве же вы, о люди, находитесь в безопасности от того, что Он, Аллах, может провалить вас с частью суши вглубь земли или послать на вас ураган несущий камни, а потом не найдете вы для себя покровителя, сторонника и защитника. Или разве вы, о люди, находитесь в безопасности от того, что Он, Аллах, может вернуть вас туда же, в море, еще раз и послать на вас, когда вы в море, сильную бурю и потопить вас за то, что вы стали неверующими. Потом вы не найдете себе против нас за это никакого преследователя. Никто не может спросить Аллаха, почему Он наказал их. И уже мы почтили потомков Адама, даровав им разум и посылая к ним пророков. И носили мы их на суше и на море, подчинили им животных и суда, и наделили их благами, плодами, злаками, молоком, и даровали им большое преимущество перед многими, которых мы создали. Помни, о пророк, о том дне, о дне суда, когда мы призовем всех людей с их предводителем. Каждая группа людей будет призвана с их предводителем, за которым они следовали в земной жизни. И тот, кому будет дана его книга деяний в правую руку, то такие будут читать свою книгу с записями благих дел, будучи радостными, и не будут они обижены, не будут убавлены их благие дела даже на величину нити на финиковой косточке. А кто был слепым в этой жизни, не видел доказательства могущества Аллаха и не стал верующим, то ты в вечной жизни будешь слепым и еще больше сбившимся с пути, чтобы найти путь в рай. И они, многобожники, были близки к тому, чтобы соблазнить отклонить тебя, о пророк, от того, что мы внушили тебе, от некоторых повелений и запретов, чтобы ты измыслил на нас другое. И тогда, если бы ты сделал это, они взяли бы тебя своим близким другом. И если бы мы не подкрепили тебя, о пророк, на истине, то ты, желая того, чтобы они скорее стали верующими, был уже близок, чтобы склониться к ним, уступить в том, что они просят от тебя, хотя бы немного. Тогда, если бы ты хоть чуть склонился к многобожникам, мы дали бы тебе вкусить наказание вдвойне, в этой жизни и наказание вдвойне после смерти, в вечной жизни. Потом ты бы не нашел для себя против нас помощника. И они, многобожники, стали близки к тому, чтобы вытеснить тебя, о пророк, с этой земли, Мекки, чтобы вывести и изгнать тебя из нее. И тогда, если бы они сделали это, пробыли бы они там после тебя лишь немного, недолго. Однако Аллах Всевышний удерживал многобожников от того, чтобы они изгнали пророка Мухаммада из Мекки до тех пор, пока он сам не повелел ему переселиться в Медину. И постигла бы их гибель, согласно установлению Аллаха, относительно тех, кого мы посылали до тебя из наших посланников. И не найдешь ты для нашего установления перемены, изменения. Совершай молитву, начиная от склонения солнца до наступления мрака ночи, послеполуденную Зухар, предвечернюю Асар, закатную Магриб и ночную Иша молитвы. И более продолжительно читай Коран на заре во время утренней молитвы. Поистине, Коран на заре, утренняя молитва, имеет свидетелей. На этой молитве присутствуют ангелы ночи и ангелы дня. И из ночи бодрствуй некоторую ее часть, читая его, Коран, в молитве, добровольно, дополнительно для себя, чтобы воскресил тебя о Мухаммад, Господь твой, в достохвальном положении, чтобы Аллах сделал тебя заступником за людей в день суда. И тогда ты будешь в положении, когда тебя будут хвалить и первые, и последние. И скажи, Господи, введи меня туда, где благо для меня, входом истины, так, чтобы оно мне понравилось, и выведи меня оттуда, где плохо для меня, выходом истины, так, чтобы расставание для меня не было трудным. И сделай для меня, дай мне от тебя силу, сильное доказательство в помощь мне против всех моих врагов. И скажи, о Пророк, многобожникам, пришла истина, ислам, и исчезла ложь, многобожие. Поистине, ложь она такова, что исчезает. И мы не сводим из Корана то, что является исцелением для души и для тела, и также милосердием, причиной для обретения довольства Аллаха для верующих. А для притеснителей неверующих он Коран только увеличивает потерю, неверие и заблуждение, когда они слышат его, так как они не веруют в него. А когда мы одариваем человека благами, здоровьем, достатком, он отворачивается и превозносится от принятия истины. А когда его коснется зло, постигнет беда, то он отчаивается в милости Аллаха. Скажи, о посланник, людям, всякий поступает по своему подобию, так как подобает именно ему. И Господь ваш лучше знает тех, кто прямее путем к истине. И спрашивают они, не верующие тебя, пророк, о духе, о сущности духа. Скажи им, дух, сущность духа, и сделал Господа моего. Только он знает об этом. И даровано вам, о люди, знания только немного. А если бы мы пожелали, то, конечно же, унесли бы то, что внушили тебе, о Мухаммад, откровением, мы можем убрать Коран из твоей души. Потом ты бы не нашел для себя в этом против нас покровителя, помощника, который бы вернул тебе Коран, кроме как только по милости от твоего Господа. Поистине, щедрость его к тебе, о Мухаммад, велика, тебе даровано то, чего не даровано другим людям. Скажи, если бы собрались, объединились люди и джинны, чтобы сделать, создать подобное этому Корану, не сделали бы, не создали бы они подобного ему, даже если одни из них были другим помощниками. И уже мы распределили в этом Коране всякие примеры, чтобы они следовали им, но большинство людей отвергает все, кроме неверия. И сказали они, многобожники, пророку, не поверим мы тебе, о Мухаммад, пока ты не выведешь нам из земли, Мекки, источника, или пока не будет у тебя сада с пальмами и виноградом, и проложишь ты между ними реки, или пока не обрушишь на нас небо, как ты утверждаешь, кусками, или пока не придешь с Аллахом и ангелами перед нами, или пока не будет у тебя дома из украшений, из золота, или пока ты не поднимешься на небо. Но не уверуем мы и в твое восхождение на небо, пока ты не спустишь нам книгу от Аллаха, которую мы станем читать, и где будет написано, что на самом деле являешься его посланником. Скажи, о пророк, «Приславен Господь мой, разве я только не человек и посланник? Как я могу сделать то, что вы просите от меня?» И удерживать людей, неверующих, уверовать, когда уже пришло к ним от Аллаха истинное руководство, достаточное разъяснение, только то, что они сказали. Неужели отправил Аллах человека посланникам? Скажи, о пророк, этим многобожникам, если бы были на земле ангелы, которые ходят спокойно, тогда бы мы непременно не звели к ним с неба ангела посланникам, но обитатели земли люди, и поэтому посланникам от Аллаха к ним отправлен человек, чтобы они могли говорить и понимать его. Скажи им, достаточно Аллаха свидетелем между мной и вами, в том, что я говорю правду и действительно являюсь его пророком? Ведь поистине он о своих рабах сведущ, знает их положение и видящий, видит их деяния и воздаст им за них. А кого Аллах наставит на истинный путь, дарует веру и покорность, тот идет по прямому пути, а кого вводит в заблуждение, оставит без своего содействия после того, как тот сам выберет это, тому не найдешь ты покровителей, помощников, помимо него, которые защитили бы их от его наказания. И мы соберем их, заблудших, в день воскрешения, на их лицах слепыми, немыми, глухими. Конечным, пристанющим их, будет гиена, ад. Как только она угасает, мы прибавляем им пламени. Это такое наказание, воздаяние им, многобожникам, за то, что они стали неверными в наше знамение и сказали, «Разве когда мы станем костями и прахом, полностью истлеем, неужели мы обязательно будем воскрешены, как новое творение?» Разве они не видели, не задумывались над тем, что Аллах, который создал небеса и землю, в состоянии создать подобных им после того, как они истлеют? И разве они не задумывались над тем, что Он установил им, многобожникам, срок их смерти и наказания, относительно которого нет сомнения? Оно непременно случится. Но притеснители, неверующие, отвергают всё, кроме неверия. Скажи, о посланник, этим многобожникам, если бы вы обладали сокровищницами милости Господа моего, которые никогда не иссякнут, и даже тогда бы вы удерживались дать кому-либо что-то из боязни потратить и стать бедными. И ведь человек поистине скуп, кроме только тех, кого Аллах защитил верой. И я, Аллах, клянусь, что даровали мы пророку Мусе девять ясных знамений. Спроси, о Мухаммад, потомков Исраила, пророка Якуба, о том, как он, пророк Муса, пришёл к ним и сказал ему фараон, «Поистине, я думаю, что ты, о Муса, околдован». Девять чудес знамений, с которыми Аллах Всевышний направил пророка Мусу к фараону, посох, белая, как снег, рука, разделение моря, годы неурожая, потоп, который затопил их поля и сады, саранча, которая поела их посевы, двери и крыши домов и даже их одежды, насекомые, которые несли гибель их скоту, жабы, которые оказывались в их пище, посуде и постели, кровь, в которую превратилась вода, в их реках и колодцах. Муса сказал, «Ты, фараон, знаешь, что низвел эти знамения только Господь небес и земли, как наглядные знамения, и я однозначно думаю, что ты, о фараон, погибнешь». И пожелал он, фараон, извести их, Мусу и потомков Исраила, с земли Египта, и потопили мы его и тех, кто был с ним, его войска, всех в море. И мы сказали после него, после смерти фараона, потомкам Исраила, «Живите на этой земле, а когда же придет обещание вечной жизни, наступит день суда, мы приведем вас всех вместе к месту расчета». И с истиной, содержащим истину, мы не спослали его, Коран, и с истиной, без изменений, он, Коран, не зашел. И послали мы тебя, о Мухаммад, только как вестника, радующего подчинившихся Аллаху тем, что он им обещает рай, и как увещевателя, предостерегающего о том, что неверующих и непокорных постигнет наказание Аллаха. «И не спасла ли мы тебе, о Пророк, Коран, который мы разделили, в котором разделили истину от лжи, верное руководство от заблуждения, дозволенное от запретного, чтобы ты читал его людям, не спеша, и не спасла ли мы его, Коран, не с посланием, частями, по поводу происходящих событий, и по потребности людей в разъяснении каких-либо положений?» «Скажи, о Пророк, этим неверующим. Веруйте в него, в Коран, или не веруйте, Коран не станет лучше от вашей веры и не станет хуже от вашего неверия. Поистине, те, кому даровано знание до него, ученые, которые знают прежде неспосланные книги, когда он, Коран, читается им, падают на подбородки, свои лица, совершая преклонение ниц, и говорят, «Приславен Господь наш». Поистине, обещание Господа нашего о награде и наказании однозначно исполнится. И падают на подбородки свои лица, преклоняясь ниц, плача от впечатлений, полученных из наставлений Корана, и увеличивает это слушание Корана в них смирение перед Аллахом. «Скажи, молите Аллаха или молите Милостивого, как бы, какими бы его именами вы не обращались с мольбой к Нему, то это все равно один и тот же Господь. И у Него самые прекраснейшие имена. И ты, о Пророк, не произноси громко свои молитвы, так, чтобы слышали ее многобожники и стали бы затем ругать Коран и того, кто не спасал его. Но и не шепчи ее, что тебя не услышат твои сподвижники, а выбери некий путь между этим, между шепотом и громким голосом. И скажи, «Хвала Аллаху, который не брал себе ребенка, ни сына, ни дочерей, и никогда не было у Него сотоварища во владычестве, и не было у Него покровителя, который бы защитил Его от унижения. Он величествен и ни в ком не нуждается. И возвеличивай Его достойным величанием, восхваляй Его, поклоняйся и служи только Ему». Субтитры создавал DimaTorzok